От кого, от кого, но от Ориона подобного мы не ждали. Впрочем, возможно, у небесного охотника возникла слишком уж большая нужда? Ткань пространства-времени нашей Вселенной прорвалась, и наружу из десятого измерения полилась вода. Туманность-водопад принадлежит большому комплексу туманностей Ориона, куда входит и Петля Барнарда, и Гранд Туманность М42, и Огонь и Конская Голова. В New General Catalog она проходит как часть туманности под номером 1999. Если внимательно изучить морфологию этой струи газа и пыли, можно увидеть точку конвергенции слева вверху на снимке, откуда, как кажется, она и вылетает. Там находится молодая звезда, которой положено разгонять потоки газа вокруг себя. Вроде бы все нормально, но есть и другая, конкурирующая гипотеза, которая рассматривает возможность разгона водопада необычной парой, где участвует или нейтронная звезда, или черная дыра. В реальности подобные пары должны излучать рентгеновские лучи, но в данном случае ничего подобного не наблюдается. А меня во всей этой картинке поражает объект справа внизу. Явно видно кольцо материи, которое расширяется с большой скоростью через межзвездный газ. В двух узлах, сверху и снизу, трение газа вызывает его свечение. Возможно? Возможно. Здесь только что родилась еще одна звезда, которая выбросила излишки материи в разные стороны. Там еще от нее вниз хвост торчит. Видите? Вот это да! Вот это динамика! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok